Это Политека Онлайн, мы в прямом эфире, я Инга Мизерия, традиционно у нас в это время Алексей Арестович отвечает на все ваши самые каверзные вопросы. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вопрос первый, конечно же, тема вагнеровцев. Сюжет на CNN вышел, и на него реагируют абсолютно все, и в России, и в США, и в Украине. На ваш взгляд, вообще все-таки ЦРУ участвовало, не участвовало, это все было направлено против России, точнее, Россия против Беларуси, или вообще что там произошло? Ну, если внимательно посмотреть этот фильм, то нам сказано, что официальные представители Соединенных Штатов сказали следующее, мы знали об операции, но не участвовали. А один, а второй вообще не подтвердил. Источники назвали. Зато фильм ссылается на анонимные источники и каких-то троих мужественных украинских разведчиков, которые дали эти показания, желая остаться неизвестными, показывали какие-то документы и так далее. Ну, понимаете, вот у меня вопрос, кому верить больше, анонимным источникам, либо официальным представителям США? Как бы, да, вот мой недолгий опыт в политике привлечил меня к тому, что верить можно только официальным источникам. Если всерьез выстраивать какую-то вот логику, дискурс, тем более по такому важному делу, как возможная международная операция нескольких спецслужб, то верить, я бы стал верить только официальным источникам. Анонимные, это самое, и так далее, и так далее. Тут есть же интересная штука, я не буду оригинален абсолютно, но тем не менее факты есть факты, я же не выкинешь из песни. В тот же день реагирует ФСБ. Россия говорит, да, все так и было. Коварные американцы тут проводили операцию против НАСА, украинские спецслужбы вообще были на подхвате. Что прямо противоречит версии в статье, но очень хорошо соответствует российской логике. Вообще вся эта версия симпатичная, она очень сильно похожа на то, что Толкоц, российский корреспондент. Когда он этот материал публиковал, он лицо аффилированное прямо с российскими спецслужбами и используется для высветления вот как раз таких всяких тем, скабрезно-спецслужбистских. И наш народ просто эмоционально истощен. Это единственная причина, по которой можно объяснить, почему это дело Вагнеров в части народа все еще живет. Я не беру политиков, политики свои интересы преследуют. Именно народ. Рефлексивное управление — это истощение человека, которому россияне прекрасны. Они его придумали, они очень хорошо это делают. Это истощение зрителя, публики до такого состояния эмоционального, что он уже интеллектуальные ресурсы не может задействовать. Он уже реагирует, как вот собака Павлова, на рефлекс. И по делу Вагнера попытались создать такой рефлекс, что это зрада по факту заголовка. Тело Вагнера — все это страшная зрада. Дальше никто не читает, никто не разбирается. Все говорят, что CNN невозможно заставить произвести фейковое расследование. Но простите, какие бы специалисты и молодцы не были журналисты CNN, они же опираются на какие-то источники. А вот источниками, возможно, невозможно управлять журналистами CNN. А можно управлять источниками? Можно. И для ФСБ это невеликая проблема это сделать. На самом деле подсунуть, направить, представиться украинскими разведчиками, новозеландскими разведчиками, марсианскими разведчиками. Как угодно, показать все возможные документы, а можно иметь среди украинских разведчиков своих людей, показать там и так далее, и так далее. В общем, для человека, который знаком с тем, как работают спецслужбы, это немного смешно, немного горько от того, что мы все еще этим занимаемся. А кроме того, мои 20 знаменитых вопросов, которые я задавал по делу Вагнера, никуда же не деваются от этого расследования, они по-прежнему остаются. Сейчас могу первое напомнить нашим уважаемым телезрителям. Вагнер — это частная военная компания. И там не только же вагнеровцы были. Все эти люди выполняют особые задачи российских спецслужб, российского правительства в разных регионах земного шага, связанные с тайной, связанные с тайными операциями, когда государство не может или не хочет взять на себя политическую ответственность. Это тайная деятельность, тайная и насильственная при этом. Все эти люди являются внештатными, а большинство из них и штатными сотрудниками российских спецслужб. Как вы думаете, насколько они самостоятельны и можно ли их просто так взять и нанять в какую-нибудь Венесуэлу за страшные 5000 долларов? Или он тут же пойдет к куратору, с которым он общается раз в неделю минимум, и расскажет, ну вот мне тут новую работу предлагают. Эти люди не свободны. Они не могут просто так наняться. Поэтому вся эта версия рассыпается с самого начала. И то, что она существует, показывает эффективность управления, рефлексивного управления нами со стороны авторов этой версии, которые в Москве сидят. Другое дело, что наша оппозиция это радостно подхватывает, как бы, да, ну, так сильно в унисон с российской стороной. Ну, так это тоже известное дело, и многократно нами с вами обсуждалось, и много раз это говорит зрителю. Если им хочется получать политические дивиденды, взаимодействуя с российскими спецслужбами, с российскими историями, то я бы, конечно, дал бы этому оценку и политическую, и правоохранительную. Но пока могу дать только медийную или личную. Она заключается в том, что можно ненавидеть власть, находясь в оппозиции, персонально каждого, и власть в целом. Можно действовать, используя все возможные методы в рамках закона. Но атаковать информационную безопасность страны ради целей своей политической борьбы – это преступление против государства. Не против проклятого Зеленского, Арестовича, Ермака, против государства. И они этим занимаются. Оценка очень простая. Они совершают преступления против национальной безопасности Украины в информационной сфере. То, что они делают, квалифицируется прямо и точно. Это подрыв доверия к высшему военно-политическому руководству страны без фамилий, который является заветной целью наших врагов. Оно всегда так было. Но главная задача в информационной работе – это подрывать доверие к руководству. Потому что сценарий работает так, как драма разворачивается. Если россияне пугают и рассказывают, какие мы страшные и ужасные, то по закону жанра кто-то с нашей стороны должен бояться и рассказывать, что да, они такие страшные, а мы тут ничего не делаем, мы не способны сделать, мы не способны защитить страну. И эти люди действуют согласованно. Орликина пугает, Пьеро страдает. Понимаете, да? И кто у нас Пьеро? – Вопросы от зрителей много. – Разрешите, я вам сделаю комплимент. Вы всегда прекрасно выглядите, сегодня супер. – Спасибо большое. Так, Синен, филиал ФСБ. Первый вопрос. Операция «Вагнер» – это очередная попытка втянуть Украину в геополитическую игру? Как это было, когда нам говорили не защищать Крым? Ну, это мнение, да, не вопрос. Еще одно мнение. Операции не было, возможно, був план операции, а это велика разница, план зірвати неможливо. То есть мы видим, что, в принципе, вот даже в трех подряд коментариях абсолютно… – Спектр мнений. – Да, абсолютно разные идеи. – Что было, должна ответить временная следственная комиссия, завтра у которой заседание по делу Вагнерцева. Она как раз будет, я пойду на открытую часть и брифинг послушаю для прессы с удовольствием. Что там будет, мне самому интересно. Перед этим будет заслушиваться глава ГУР, глава СБУ и глава, кто-то там еще из наших чиновников, руководителей. Я думаю, они дадут исчерпывающий ответ, есть ли реально в спецслужбах такие материалы или их нет. А, и, по-моему, офис генпрокурора. Потому что все эти три органа, согласно этой версии, занимались так называемым делом Вагнерцева. Пусть они ответят. И я с удовольствием выслушаю. Если мы не верим собственному парламенту, нам надо как стране расходиться. Понимаете, да, уже нет смысла никакого в этом всем. И это именно та цель, о которой наши враги мечтают. Поэтому, понимая все нюансы и все эти самые, количество интересантов, я могу сказать следующее. Вот мы только что были президентом Украины и представителем высшего военно-политического руководства страной, были в Соединенных Штатах. Хоть кто-то им вспомнил дело Вагнера. Соглашение между разведывательными сообществами подписали об усилении взаимодействия. Но вот ни разу не прозвучало дело Вагнера. Ни разу не прозвучали упреки, что в этом сорвали какие-то операции. Наоборот, сказали работали, работаем, работали и будем работать. А теперь вопрос. Какая дата была 8-го числа, 7-го и 8-го числа, когда это опубликовали? Какая? Особенно с разницей во времени. 7-го числа день военно-разведки Украины. А 8-го числа первый день открытия сессии. Вот здесь ФСБ стартануло немного раньше. Им надо было на второй стадии через косвенные источники подключаться. Но они не выдержали, уже очень хотелось. Они очень любят под датой все делать. И вот они влепили в первый же день заседания Рады, чтобы кто-то вышел на трибуну и закричал об этом. Это все очень согласованное действие. Влепили вот это вот подтверждение. Настолько все белыми нитками шито, что ощущение, что люди не стесняются. Что по правилам правильной операции, это должно было бы делаться так. Публикует СНН, раскручивается максимальный сюжет СНН, Добавляется авторитет, Американцы, СНН не может ошибаться, Главный орган демократической партии, это значит сам Байден велел. Эту линию отслеживается. Второе. Спустя какое-то время источники добавляются с российской стороны, там через недельку где-то, и потом подхватывает наша оппозиция. Или оппозиция, а потом российские источники. Тогда складывается впечатление, что так много людей из разных стран не может врать. Это наверняка что-то есть, и вот оно движется. Но они все сработали в один день. И наша оппозиция залезла на трибуну, начала кричать СНН и публикация сама, и ФСБ российская. СНН орган ФСБ? Нет, конечно. Может ли ФСБ повлиять на публикацию в СНН? Легко. Через вот эти самые анонимные источники, направив абсолютно честным журналистам, выдав ложную информацию и снабдив ее, дезинформацию, снабдив ее, оформив ее так, что она воспринимается как кристально честная, под большим секретом ночью возле забора передать флешку, оглядываясь по сторонам и так далее. Способы воздействия есть разные. Ну, цена этой истории. Знаете, я вот перед эфиром, думаю, надо посмотреть оригинал, сколько там просмотров. Да, сколько. Может быть, я нашла, может быть, их несколько кусков, которые как-то отдельно рассыпаны по официальному YouTube-каналу СНН, но на официальном YouTube-канале СНН это видео, если же говорю еще раз, оно там единственное, оно набрало всего 58 тысяч просмотров. То есть, в принципе, для чего-то резонансного это, ну, ничего, понимаете, наше украинское видео, которое не связано со всеми этими ситуациями, да, может набирать гораздо больше. Наша с вами вот эта беседа может набрать столько же. Она спокойно набирает 58 тысяч. Спокойно, да, и больше. Вот тут вопрос. Это как бы специально подогреваемая тема? Конечно, это специально подогреваемая тема. И синхронность заявлений ФСБ нашей оппозиции к появлению статьи, это и есть показывает. Я говорю, они очень сильно стратили. Они, видно, либо у них специалисты такого уровня, либо они уже так хотели, ну, так хотели, так готовились, что уже не взяли паузу даже, паузу приличия в несколько дней. Они начали варить сразу. Как только появилась статья, сразу стали кричать. Ну, она прямо под открытие Верховной Рады. Чтобы этого не видеть, надо быть слепым. Ну, и под день военной разведки, конечно. Поэтому такой привет главному управлению разведки нашему переданному. Они же из главных фигурантов, согласно официальной версии. Поэтому, ну, с моей точки зрения, вот как, я вот, я задаюсь вопросом, как можно не увидеть белые нитки толщиной в корабельные канаты, да, которыми это все шито. Ну, ну, скажем, ну, тут же статья, тут первый же день, вылазят же на трибуну, заготовленные плакаты Верховной Рады, сейчас мы назовем предателей Украины, и так далее, и так далее. Синхронное заявление аффилированных с оппозиции лиц, которые, как бы, ну, вот, заинтересованы в этой истории. Ну, и заявление ФСБ. Справка с мокрой печатью, что все понятно. Ну, а критики, в принципе, власти, да, говорят о том, что, ну, вот, смотрите, с Биллингет, значит, смогли договориться, и не произошло 15-го числа, как анонсировал Гордон, мир не поменялся, а вот с СНН, значит, не смогли договориться. Просто не сказали, какого года, 15-го числа, вот и все, я же обещаю, 22-м, что выйдет, ну, ждем. Так, давайте по другим темам, сейчас я посмотрю, может быть, остались ли вопросы на эту тему, так, была ли утечка информации, так, ну, мы это уже поговорили. Значит, ага, як можна безпечно завести инвестора в Украину, калае такі розумні люди, як Микола Тищенко? Ну, я понимаю, что речь идет о сегодняшней драке Николая Тищенко и Геа Лераса, ну, давайте, я хочу, чтобы на экраны ее вывели, без звука, да, а мы просто с вами прокомментируем, что же у нас там происходит. Нет, вы видели или нет? Да, я видел. Да, да, ну, я понимаю, что наши жители... Это один из тех, кто кричал про дело Вагнера и про мафию, про шпионов. Да, это как раз связанные вещи. А Николай Тищенко человек темпераментный, решительный, и пошел отстаивать правоту так, как он ее понимает. Тут вопрос в другом. Вопрос в том, что в Российскую Федерацию люди приходят, инвесторы, после Беслана, после двух чеченских войн, после вторжения в Украину, после Сирии, разбомбленных сирийских детей, после волны беженцев в Европу, после нескольких попыток шантажа Газова, после взрывов на Каширском шоссе, после убийства новичком британских граждан и попытки отравления бывших российских граждан, которые в статусе беженцев, после отравления Навального, Быкова, приходят же. Очевидно, инвесторы, я так понимаю, наверное, может быть, они руководствуются какими-то другими соображениями, нежели там подрался один депутат парламента с другим или нет. Тем более, что в Японию тоже приходят инвесторы, а там драки в парламентах это традиционное. И в Армению приходят инвесторы, а там расстреляли парламент как-то в свое время. Поэтому давайте разделим наше горькое недоумение тем, что происходит, и там соображениями инвесторов. Все-таки, наверное, как мне кажется, ориентируются на какие-то другие вещи. Например, порядок вложения, удобство вложения и возврат инвестиций. А не тем подрался ли один депутат с другим. Если мы говорим о каких-то драках и отвлечениях внимания, это может быть каким-то таким моментом стратегическим, пиар? Коварный Тищенко замыслил, заткнуло свободу слова депутату Лерасу. Я не думаю. Просто, ну понимаете, вот 58 тысяч просмотров у материала Сена и 58 тысяч просмотров у Лераса с его страшными разоблачающими фильмами. Николай Тищенко ему, наверное, добрую службу сложил, потому что этот эпизод сейчас все крутят и все обсуждают. Просмотры у Лераса поднимутся. Но Лерас должен быть ему благодарен, как мне кажется, за поднятие количества просмотров. А так бы то, что он сказал с трибуны, но я думаю, посмотрело бы тысячи, тысячи три человек или 15 максимум. Так, я жду вопросов от наших зрителей. Я просто вижу, что продолжается тема Вагнера, но мы уже о ней поговорили. Потом посмотрите видео, это все в начале было. Пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии. Мы в прямом эфире. Я по поводу вчерашнего голосования Верховной Ради о том, об обращении в Конгресс, чтобы Украина стала, собственно, партнером Соединенных Штатов Америки вне НАТО. Еще одна очень интересная история. Алексей Гончаренко, очень хороший человек, который сначала был в партии Родина, желающий восстановить Советский Союз и имеющий красный флайд. Потом был Уриен Янукович, боролся за русский язык и за все остальное. Теперь он, значит, борется за вступление в НАТО. Допустим. Взгляды человека могут меняться, не будем показывать пальцы и так далее, и так далее. Ну вот он вносит статус основного законопроекта, статус основного союзника. Но это же проблема в том, что западное общество прочитает это, скорее всего, достаточно однозначно. Конгрессмены США, например, или представители парламентов стран НАТО. Что Россия, вернее Россия, Украина не хочет в НАТО. Она хочет иметь статус постоянного союзника. Потому что это очень две разные истории. Это дороги в очень разные реальности. Одно дело ПДЧ и НАТО, а другое дело статус основного союзника. Статус основного союзника получают страны, которые заведомо не будут в НАТО. Афганистан, Израиль, Южная Корея, Австралия. А зачем нас запускают по этой ложной дороге в будущее, где мы не вступаем в НАТО? Это большой вопрос к Алексею Гочаренко. Он опытный политик, я думаю, он сумеет ответить на него, если ему задать. В принципе, еще в апреле было это предложение, было оно передано Верховную Раду, но голосование прошло только сейчас. А помните, что было в апреле? В апреле статусическая российская армия бегала по нашим границам. Вот вам синхронизация, опять же. Понимаете, в чем проблема нашей оппозиции? Уж больно ее действия синхронизированы с российскими. Вот как-то так все время получается. Вот мы с вами, находясь, в принципе, в рамках светской беседы, даже без специального исследования, календарного, без контент-анализа того, что говорится, россиянами ими уже два совпадения обнаружили. А представьте себе, провести качественный контент-анализ на РНБО, например, и, так сказать, реально посмотреть, да или нет. РНБО завтра. Можно успеть. Кстати, раз уж про РНБО, вы верите, что что-то резонансное будет завтра? Я не знаю, что происходит на РНБО, потому что я не член РНБО, не имею никакого отношения к РНБО, поэтому никогда не знаю повестки. Я думаю, надо читать «Зеркало недели» или «Украинскую правду». Вот они почему-то всегда знают, что происходит в РНБО. Да, лучше самих членов РНБО. Откуда? Это тайна велика есть. Но, как бы, вот, может быть, туда обратить свои стопы, желающим познать их мудрость. Так, я сказала, что больше не буду вопросы по Вагнеру задавать, потому что есть и другие темы, но просто мне нравится вопрос, и я сама не знаю ответ на него. Возможно, вы скажете, главнокомандующий вправе остановить любую спецоперацию? Главнокомандующий вправе сделать вообще все, что хочешь, верховный главнокомандующий, на то он и верховный главнокомандующий, отменять, начинать, отменять, а потом снова начинать и так далее, и так далее. Вот это какой-то очень здравый человек задался, наконец-то, этим вопросом, и не у всех отбитые мозги до состояния рефлексивного управления. Но представим себе невероятное, операция была. Ну, любой президент, как верховный главнокомандующий, может любую операцию остановить в любой стадии, потому что у него есть полнота информации. Он может знать что-то, что не знает даже руководитель операции, инициатор операции, начальник этой операции, не знает украинский народ, который сильно волнуется за то, чтобы операция была удачной. Может, он ее останавливает, чтобы, условно говоря, поймать не 28, а 45, только через фазу и так далее. Он знает то, чего не знаем все мы. Не говоря уже о том, что он может остановить, просто потому что у него левая пятка зачесалась, потому что ему так захотелось. Он ему показалось, что это не вовремя, и он взял и остановил. И то, что люди задают такие вопросы во время трансляции, это показывает, что надежда в нашей стране не все еще потеряна. Понимаете, и вряд ли кто-то захотел бы, вот у меня вопрос, кто-то захотел бы жить в государстве, в котором или воевать в армии, или лететь в самолете, в котором летчик слушается приказов со стороны, или коллективного мнения салона. Представляете, что было бы с авиацией, если бы народ говорил, что мы хотим, чтобы он не снижался при разгетермизации самолета, чтобы не выпадали кислородные маски. Нам не нравится дышать кислород. Людчик делает то, что мы его учили. То же самое, как командующий, он же защищает интересы своей страны, но просто лучше всех нас знают. Куда, как и почему, по одной простой причине, потому что у него больше информации, чем у КПБТЛ из нас. И когда он беседовал, вот смотрите, простейший пример, он беседовал с Байденом два часа наедине. Никто не знает, о чем они говорили, кроме него самого и Байдена. И тут два варианта. Предполагать, что он негодяй и сволочи сдаёт интересы Украины, тогда Байден сдаёт интересы Украины. Либо предполагать, что он всё-таки их там немножко защищает. Вариантов нет. И то, что бы предполагали первое, в этом и заинтересованы те, кто Украину атакует. Чтобы мы думали, что за этими куларными переговорами во время этих тайных операций, их начало, их прерывание все сдают интересы Украины. Сидят и сдают, сдают, сдают. Думают, как бы вот сдать. Получше сдать. С утра проснулись в офисе и ничего ещё не сдали. Надо немножко сдать. Я вот помню, вы многократно говорили, что Украина должна участвовать вообще по всему миру в каких-то операциях, потому что мы подготовлены. Это в том числе и имидж для украинской армии. Мы видели, как успешно украинские военные справились в Афганистане по вывозу людей. Для имиджа Украины лучше, чтобы в США, в России, даже в Украине думали, что эта операция была, но что-то пошло не так, либо что её не было. Но тут правило такое, что если вы хотите похвастаться чем-то, то есть можешь – сделай. В спецслужбах же очень жёсткий закон. Не говори – сделаю, говори – сделал. Вот когда мы показали бы арестованных вагнерцев здесь у нас, это было бы одно. А поскольку мы не показали, то неважно, была она или нет, но педалировать эту тему не самый лучший вариант. Но могу вам сказать, что партнёры по НАТО нам не то, что доверяют, а уровень доверия растёт. И эвакуация из Афганистана, и восторженные отзывы канадской прессы, и есть доказательства этому всему. Так, вот вопрос, я сказала, что каверзные вопросы будут. А можно верить, Арестович? А мне не надо верить. Вы просто сравниваете логику того, что я говорю, с вашей собственной логикой. Не надо никому верить. Верьте своим умственным способностям, вашей способности оценивать факты. И просто прочитайте цепочку моих рассуждений, тем более, что она не такая сложная. И скажите «да», «нет». Она совпадает с вашим внутренним чувством того, что логично, то, что происходит. Я же задаю вопросы, я же ничего не утверждаю. Так, друзья, пожалуйста, пишите свои вопросы на любые темы. И вот один из них. Какие варианты движения войск Российской Федерации после учения «Запад-2021»? Ну, они либо свернутся и поедут на пункты, в пункты постоянной дислокации, либо будут использованы тем или иным образом. Вариантов три основных. Первое – это остаться на границах и оказывать политическое давление, военно-политическое, например, для стадии переговоров какой-то очередной. Второй вариант – это, ну, представьте себе, что у нас вот начались там, например, протесты, организованные кем-то в стране. И в это время еще и одновременно военная опасность усиливается на границах. Градус истерии какой будет? Должный. И российские войска весьма способствуют бесконечным вот этим вот обещаниям устроить власти, там, горячую осень и так далее, и так далее. Еще одна синхронизация. Второй вариант – они могут попытаться пойти на какое-то оригинальное обострение, например, вариант, например, на линии фронта, уже существующий с временно оккупированными территориями под видом там армии молодых республик. Еще один вариант – это, например, полномасштабная война. Но поскольку все эти варианты просчитаны и по ним есть все взаимодействия, и прямым доказательством этого является совместное учение Украины, НАТО и других стран-партнеров, как раз наша активная фаза приходится на активную фазу российских учений, то мы готовы, россияне, я прекрасно знаю, что мы готовы, и, я думаю, трезвые военные специалисты, когда их спрашивают об оценке перспектив военной операции против Украины, а в российской армии достаточно профессиональные люди, они объясняют своему политическому руководству, что операции перспектив не имеет. Сейчас проходит встреча Лукашенко и Путина. Я просто вот, пока мы с вами говорим, думаю, обновлю, может быть, появились какие-то сенсационные заявления, пока ничего такого не увидела, но вопрос о том, опять же, как говорил Песков, там сегодня ничего такого подписано не будет, в основном, опять же, как говорят эксперты, экономические вопросы сейчас решаются, экономическая интеграция, но с точки зрения все-таки военной, не получим ли мы еще большую границу с Российской Федерацией? На соответствующую опасность ваш покорный слуга указал еще в 2017 году, когда были Запады 2017. Я публиковал статью «Русь белая», знаменитую резонансную, очень сильно разошедшуюся, где я сказал, что фаза в том поглощении Российской Федерации и Беларуси, втягивание в свою зону интересов, началась и привел конкретное военное доказательство, военные составляющие этой фазы, это неудивительно. Интеграция ПВО, совместное учение, все остальное, даже для человека, не понимающего, очевидно, если российские войска с белорусскими регулярно съезжаются и вместе репетируют, наверное, это все, что угодно, но только не прохладные отношения. А если и даже, и теперь вопрос, кто кого поглотит, маленькая Беларусь или большая Российская Федерация, это, понятное дело, мы можем, военная опасность со стороны белорусской границы, это часть сценарного планирования нашей системы национальной безопасности и обороны, мы не утверждаем этого на политическом уровне, потому что Беларусь остается независимым государством еще, но игнорировать с военной точки зрения, учитывая, что военные планируют по самым всегда худшим сценариям, это было бы нелогично. Мы, соответственно, планируем, не только мы, страны Балтии, Польша, наши военные союзники, и НАТО, пока страны-партнеры. Поэтому, как пойдут события, дальше посмотрим. Ну, ближайший сценарий такой, российские войска зашли, и Беларусь частично не вышли, остались в виде постоянных гарнизонов, но на самом деле это меньшая опасность. Большая опасность, например, это проход российских войск в случае необходимости через белорусскую территорию, с разрешением Беларуси, или вообще не спрашивая Беларусь, и атака непосредственно на своих территории, нашей территории, причем так, чтобы даже белорусы не подозревали, что эта атака возможна. Вот такие наступления, такие планы у них тоже есть. 20-я танковая армия рассчитывается на, по логике военной, рассчитывается на удар через белорусскую территорию, часто даже не спрашивают белорусов. Как отреагируют на это белорусы, белорусский народ, белорусское руководство, это большой вопрос. Но россияне в том числе и такие вещи думают. Насколько я знаю, россияне сейчас количество резервистов. Да, у них программа, она называется БАРС. Дело в том, что в России до сих пор действовала программа старого советской мобилизационной системы, так называемые партизаны, когда дядечек с пузами призывали, не спрашивая от производства, и напоминали им военную специальность. Эффективность очень низкая. Эта система мобилизации рассчитана на войны, подобно Второй мировой, когда миллионы людей загребаются. Понятно, что там не до военного обучения, берем которых есть, немножко накатали и в печку. Сейчас война немножко другая. Они меняют систему, и на этих учениях, которые в Запад 2021, они же огромные, там порядка 150 тысяч войск задействованы, но по всей России. И на разных полигонах, и то в Беларуси только малая часть. И они отрабатывают в том числе систему пополнения резервов, быстрые переброски, и впервые резервисты перебрасывают самолеты военно-транспортной авиации, чего не было до сих пор, насколько мне известно, или было, но в меньших количествах. То есть такой сценарий быстрого пополнения и наращивания усилий на конкретном направлении военном. И они хотят создать профессиональный резерв, такой, как у нас. То есть люди, которые приписаны конкретным подразделениям, они как бы там туда сразу и вливаются в случае военной опасности или еще чего-то. Что, кстати, во-первых, показывает, что мы движемся впереди российской армии, российской военной системы в этом отношении. А во-вторых, что они пытаются догонять лучшие западные образцы, украинские образцы в этом отношении, пытаясь создать боеспособный контингент, который быстро вводится в действие, быстро наращиваются усилия на конкретном направлении. Часть российских военных специалистов, российских, сказала уже, что это подготовка к большой войне. Но тут можно расслабиться. Вся российская армия всегда готовится к большой войне. Это по той простой причине, что это основная обязанность армии готовиться к российской войне. Это не означает, что если они на этих учениях готовятся как к большой войне, то через день начнется или через год начнется эта большая война. Нет. Но они продолжают совершенствовать систему национальную. национальной безопасности, обороны или в российском положении, в российском ситуации скорее систему военной опасности и наступления на другие страны. Потому что у них Министерство обороны, надо называть Министерством нападения, и очень давно уже. Поэтому как-то так. Так, вопрос. Алексей, знаете ли вы что-нибудь о подрыве газопровода в Крыму, который якобы совершили крымские татары под руководством нашей военной разведки? Не знаю только из сообщений ФСБ, что якобы коварный план нашей разведки по подрыву этих самых был. Ну, верить или не верить ФСБ, это вы сами решаете. Не может это быть таким ответом на крымскую платформу очередные уголовные дела в Крыму? Судя по суете, их суете на всех уровнях, от МИДа до телеграм-каналов и заявлений ФСБ, которые как-то медийно, ну прямо очень активно в сентябре, эти добрые люди все-таки, скажем так мягко, их сильно задела крымская платформа. И я подозреваю, что они воспринимают это как свой проигрыш и пытаются реагировать, соответственно, от репрессии, которые развернулись против крымских татар. Это лишнее доказательство, что они восприняли крайнюю болезненность на крымскую платформу. Ну, надо уметь проигрывать, что я могу сказать. Так, друзья, пишите вопросы. Вы, в принципе, делаете это активно, но я напоминаю, что в данный момент именно прямой эфир, поэтому, пожалуйста, видите, я читаю то, что вы пишете. Вот тут хотят про Афганистан, я обязательно задам этот вопрос, но до этого 11 числа, 20-летие теракта в Нью-Йорке, башни Близнецы, да, инаугурация талибов. Все понятно, но почему Россия согласилась быть на инаугурации, да, на уровне посла, но тем не менее. Потому что региональные страны, державы, Китай, Пакистан, Иран, Российская Федерация и многие другие поспешили признать власть талибов как те, кто эффективно управляет, реально эффективно. Конечно, есть Масуд, конечно, есть какое-то запротивление Паншери, еще где-то там какие-то заявления, но мы понимаем, да. Поэтому они признают как эффективную власть для того, чтобы, они же все боятся, что Соединенные Штаты устроили им коварную ловушку и хотят талибов натравить на них в первую очередь. Или же талибы сами натравятся. Или какие-то другие группировки типа Исламского государства, с которым воюет талибан, в том числе на территории Афганистана, здесь воюют, здесь взаимодействуют, составят известную долю неприятностей соседям. И спешат легитимизироваться через тех, кто имеет силу, хорошую силу, плохую, но реально управляя ситуацией, может подавить, не допустить и так далее. И поэтому, да, они все уже дружненько общаются с талибаном. Евросоюз заявил, что мы будем общаться с талибаном для того, чтобы не допустить развития чрезвычайных ситуаций. И все общаются с талибаном. Лишний раз показывают, что в мире, кроме права и ценностей, очень сильно котируется сила, то есть способность силовым образом решать. По ценностям с тобой могут не согласиться, но если ты представляешь собой реальную силу, будут говорить. Это, кстати, путинский метод. Он в этом смысле абсолютно отличается от талибана. Вот чем Путин отличается от талибана? Он тоже использует силу, продавливая переговорные позиции, возможности говорить, пугая, используя силу. Что российские талибаны, что афганские талибаны братья-близнецы. И поэтому они, это же парадокс дурной в чем, что организации в российские СМИ вынуждены были писать, когда Лавров пожимал руку и привечал, что министр астрады дел Российской Федерации встретился с представителями организации Талибан, запрещенной в Российской Федерации. То есть Лавров нарушил закон Российской Федерации, но тем не менее, и посол тоже будет нарушать. Но им, видимо, можно в России. Пишут на эту тему, вот заинтересовала. Как вы думаете, Путин упустит возможность взять под контроль Афганистан с их талибами контроль над наркотрафиком, внедрение русского мира для Афганистана? Путин не сможет управлять талибами. Как бы талибы не управляли Путиным. То есть русский мир им сложно будет навязать? Да дело даже не в этом. Дело в том, что у них там есть, на каждое геополитическое направление у них есть арктический мир, центрально-азиатский мир и так далее. Если они не дураки, и к Суркову прислушаются, или кто там у них сочиняет эти истории, к Пелевину найдут способ и с талибами говорить. Проблема не в этом. Проблема в том, что талибы ведут ценностную политику. Мы можем не принимать их ценности, но они идеалисты. А россияне ведут политику российского руководства. Понимаете, мы можем найти талиба, который построил себе дворец такой, как Путин в Геленджике, хоть одного. А Путин, который очень много рассказывает про православие, про идеалы, про СССР, про все остальное, не забывает строить себе дворцы. В СССР Путина бы расстреляли. Талибы тоже расстреляли бы Путина. Насколько они способны договориться, я думаю, что... Знаете, Ахмад Шахмасуд рассказывал такую историю, что когда советы прислали ему полковника советской военно-разведки на переговоры, он говорит, я с ним общаюсь, а он все время куда-то косит взглядом. Я думаю, ну куда же он смотрит? И так оборачиваюсь, а там шарп стоит двухкассетный. Магнитов, он сокровище по советским временам и символ достатка успеха и жизненного, да, жизненной этой самой. Он говорит, я понял, я взял и подарил, говорит, на, дорогой, и давай дальше говорить по делу. И он говорит, я понял, что Российской Советы проиграют. Почему, он говорит? Потому что я ожидал кого увидеть, имперского офицера, для которого важнее всего идеалы, для которого важнее всего победа его страны, огромная мощь, там, как бы представитель мощнейшего в жизни государства, кто Америка боится и так далее. Кого я увидел? Чувака, который с суетливым взглядом там ищет шарп конкретный? Где имперский офицер, где шарп? Вот Российская Федерация, это такие люди, которые, как вы думаете, кого они в конце, вот если всерьез выбор предложить, вот я зрителей спрашиваю, они выберут шарп или интересы Российской Федерации, нынешнее российское руководство? Я, у меня есть ответ. Он заключается в том, что они выберут и то, и другое, но все-таки дворец в Геленджике, он поближе будет, чем из 126 миллиардов, как говорят, попиленных кооперативам озера, поближе будет, чем какие-то мифические интересы Российской Федерации. Поэтому талибы прекрасно ими знают, что это такое и как с этим работать. Может приехать страшный резидент ФСБ или гру российского, там ужасный российский посол, но если ему дать чуть-чуть денег или чуть-чуть героина, чтобы он мог его в розницу продать где-то там на улицах Москвы, то я думаю, что он, с ним всегда можно договориться. Путин поехал опять к шаманам. В этот раз-то зачем? Ну, Шойгу, я так понимаю, Сергей Кужугетович имеет не обаякный вплыв на Путина. Второй раз уединяться в тайге – это, знаете ли, признак очень высокого доверия, дворцовые аппаратные игры доходят до того, что внимательно анализируются, кто в какой позе сидел, кто какое слово сказал, куда там носки были развернуты, кто на кого посмотрел. То есть все беседы наверху анализируются. У нас в офисе, например, уделяется этому очень большое внимание, как в любом офисе мира. Как сидел, а кто сказал, а что это значило и так далее. Это ткань политической жизни. Представляете, как оглушительно звучит для конкурентов Сергея Кужугетовича в российском правительстве, для тех, кто все другие пытаются влиять на Путина, для олигархов российских, интересов российского бизнеса крупного. Вот это уединение с министром обороны в тайге. Неприлично близок стал к Путину. Но я думаю, что оппозиция к Сергею Кужугетовичу формируется такими темпами, что даже злейшие враги сходятся и говорят, надо с этим что-то делать. Потому что этот самый... Но если они любят с Владимиром Владимировичем играть в эту игру, да еще там под какие-то там бурятские шаманы, добрые вести, для разъяснения, как жить, то это и выбор, который они совершили. Этот выбор показывает, что ну давайте поищем. Для чего такой выбор может быть случиться? Ищет преемника, как вариант, раз. Второе. Готовится к войне и обговаривает какие-то там страшные вещи. Вот. Сочетание вариантов. Нашел в нем близкую душу и опирается на него персонально. Но если Путин нашел близкую душу и на него персонально опирается, то он растерял все свои навыки, которые у него были в КГБ. Потому что первое, чему учат в КГБ, это не искать близких душ и не опираться на них. Держать рано удаленно и так далее. Поэтому, скорее всего, я думаю, что работает операция приемника в каком-то смысле. Выборы имеют сейчас значение для Путина? Конечно. Это же способ ликитимизации. У них большие проблемы с выбором. Отсюда попытка втянуть наших граждан с временно оккупированных территорий. В эти выборы мы говорили, да, они надеются от одного до двух процентов получить. Что, в принципе, при проблематике, которая у них существует, и возможности реально потерять большинство, и необходимости проводить массовые фальсификации, на два процента еще никому не мешали. Никогда никому не мешали. А тут в таких условиях так, действительно. Так, я вижу, что уже началась тема Украины-Руси. Так, давайте по Украине-Руси. Смотрите, значит, надо различать Алексея Арестовича и представителей офиса. Очень многие путают это. Откуда и произошла вот эта вся история. Значит, в офисе достаточно скептически смотрят на все. Говорят, не на часе. Поскольку разделить нашим зрителям и журналистам не удается, или они не хотят меня, как Алексея Арестовича, и меня, как представитель офиса, я как бы временно на паузу ставлю эту тему. По той простой причине, что я не буду подводить людей, с которыми я работаю. Тут или командно играешь, или не командно. Они считают, что надо подождать с этой темой. Сейчас она не начнет, значит, я ставлю на паузу. Все очень просто. Как Алексей Арестович, да, это моя тема, я ей очень давно занимаюсь. Но пока она на паузу. Ну, кстати, да, мы 4 года уже существуем, да, больше уже, наверное, да. Ну, вот все это время вы периодически ходите к нам в эфире. В 2009 году я впервые об этом сказал. Я имею в виду, что в наших эфирах, так что, в принципе, наш YouTube-канал как раз только и существует. Можно даже у нас прямо поискать старые видео. И это правда, что вы абсолютно этой теории не меняете ее в зависимости от того, кто президент. Не меняя, не буду менять, но... Как бы, покуда я в офисе, и там есть своя логика, свое направление политики, я не буду эту тему педалировать. Когда она вошла в информационное оборудование, она вошла очень сильно. Пусть она там поживет некоторое время. Без вас? Да, дальше, ну, почему со мной, ну, дальше посмотрим. Я просто не буду ее педалировать пока в ближайшее время. Это, помните, трое в лодке, не считая собаки, когда в фильме он говорил, когда я надеваю очки, я такое. Когда я снимаю очки, то есть вам можно... Мне, видимо, тоже нужен аксессуар какой-то. Да, какой-то лайфхак, что... Потому что, ну, я тоже не могу разделить, когда вы говорите, как Алексей Аристоевич, а когда нет. Я специально говорю сейчас, как Алексей Аристоевич. Да, все остальное, поэтому тут вот... Так, смотрю, что еще писали. Ну да, пошла тема Украины, Руси, всякие теории, уже тут прямо экскурс в историю и прямо новгородская... Что сделала эта тема? Да, да, вот... Она возбудила интерес к истории, ради одного этого ее надо было поднять, потому что народ же массово обменивается с целыми там томами исторических данных, и это очень хорошо. Так, хорошо, все. Давайте, господа, давайте, я понимаю, яркая тема, но давайте, давайте дальше. Давайте идти на другие, еще достаточно много чего происходит. Из теории по поводу того, что должно произойти в ближайшее время, это снятие Дмитрия Разумкова, и что собирают голоса, но МОНа большинство не подчиняется уже президенту и не хочет давать голоса за Дмитрия Разумкова. Что из этого правда, какие перспективы? Значит, Дмитрий Разумков, который начал свою пресс-конференцию с двойного наезда на меня, он посоветовал мне отправляться в Талибан советникам, и второе, что он спросил, в каком состоянии должны быть люди, которые говорят о Руси и Украине. Я понимаю, что он перенервничал перед началом нового политического сезона. Почему перенервничал? Потому что, как человек умный, он должен понимать, что кого из него лепят. Вот интересно, дает он себе отчет или нет? Кого из него лепят? А ведь из него лепят, я не знаю, сам ли он хочет этого или нет, из него лепят последнюю надежду старого мира. Старого, читай, олигархического. Нужно ли быть молодому образованному человеку, у которого все впереди, политическое будущее. Спикер, в статусе спикера Верховной Рады, старой надеждой спрута, который высасывал Украину 30 лет, этого мира, с которым решили покончить уже. Народ решил покончить, глава государства решил покончить сейчас. И объективная реальность. Верховная Рада приняла закон о легализации криптовалют в Украине, на развитии этого рынка. Пятое государство в мире всего лишь. Мы семимильными шагами идем в мир, где больше нет олигархов. Место олигархов – олигархическая экономика. Это и объективно развитие научно-технической революции в мире, и субъективно решением государственной власти и народа, который выбрал эту власть и поддерживает его в этих решениях. И вот Дмитрий, не знаю, как его по отчеству, решил допустить. Я не знаю, как он допускает. Я крайне удивлен. У меня есть к нему ряд вопросов. Как в здравом уме можно и в каком нужно быть состоянии, чтобы позволять из себя делать последнюю надежду старого олигархического мира? Второй вопрос. Как это можно делать с рейтингов в 3,5%? И третий вопрос у меня к тем, кто это делает со стороны олигархических кругов и так далее. Это еще есть момент. Его россияне очень активно начали цитировать. Подождите. И вас, я думаю, больше, чем вас, только Владимира Александровича цитируют россияне. Это однозначно, но меня цитируют как? Меня цитируют проклятый Арестович, как это, там хочет переименовать Украину. Это же удар в сердце российской всей этой пропаганды, которую они 400 лет создавали. А Дмитрия, не Ильича, а Дмитрия, как его по отчеству, его цитируют в положительном ключе. Вот он там поставил на место Арестовича. Вот он там, значит, обругал офис и так далее, и так далее. Но когда россияне о тебе в положительном ключе отзываются, я бы лично насторожился. Я не знаю, есть ли у него имиджмейкеры, но если они есть, вот у меня к вам ряд вопросов. Друзья мои, вы точно хотите, чтобы ваш клиент был последней опорой старого олигархического мира, последней надеждой? А именно такой образ ему делают? Вы точно хотите, чтобы о нем положительно отзывались россияне в Украине, где россияне подлевают кровь? И точно ли вы хотите, чтобы он с рейтингом 3,5% ему создавалось имидж там реального противовеса Зеленскому, у которого рейтинг 31? Слушайте, ну я сейчас заступлюсь за Дмитрия Жумкова, который был политическим экспертом и вот сидел в этом кресле многократно, когда еще, может быть, он думал, но уж точно не знал о своей политической карьере и, в принципе, ну за два, считайте, за два с половиной года, ну ладно, за три, да, человек все-таки получил рейтинг, узнаваемость и, в принципе, ну он второй человек в государстве, ну если по Конституции. Благодаря кому он второй человек в государстве? Кто его вывез туда? Нет, ну мы понимаем, что это все на фоне Зеленского, но мы же говорим о том, что неважно, как люди приходят, мы начинали с Алексея Гончаренко, да, как он был в одной партии, в другой, в третьей, в конце концов, сейчас он в парламенте. Это мы не спорим, мы не спорим, я говорю совершенно о другом, я говорю, что тот имидж, который мы лепят, он без перспективен, как мне кажется, и как умный человек, он, мне кажется, не должен это понимать, а если он этого не понимает, то тут только два варианта, он не такой умный человек, как мы о нем думаем, либо второй вариант, он умный человек, но, например, его поймали за эмоцию, сочиняют ему образ мессии, который вот способен, реально может и так далее, и так далее. Это очень опасный путь в обоих случаях. Ну вот понимает ли он это? Я бы спросил людей, которые ему лепят этот образ. Вот эти нам рассказывают, что олигархи всесильные, но мы же видим, какие они, вот даже по истории с Разумковым. Они вкладывают в него средства, и их имиджмейкеры… А какие олигархи кто? Их же немного. Ну, мне кажется, да, что это может быть, например, Ахметов. Говорят. Я не знаю точно, тут надо бы уточнить, но якобы имиджмейкеры Ахметова, по слухам, работали с руководителем Верховного народа нынешнего, насколько ложная стратегия пытаться делать самостоятельную фигуру из человека, да еще в таком явном противостоянии, привязывая в народе, который ненавидит олигархическую систему, ненавидит, он за нее проголосовал на выборах, он за нее выходил на Майдане и так далее, привязывать его к этому самому. Ведь некоторые законопроекты, которые сбивал Разумков и в конце прошлой заседаниях Роман Рады, и в начале этих, как уже говорят, там готовятся, они же прямо работали в пользу, ну, специалисты говорят, я не специалист, работали в пользу компаний Ахметова, так сказать, не до выплата по руде, вот там государство могло получить какие-то миллиарды гривен в бюджет, которые ушли бы кому? Народу, на школы, на детские садики, на армию воюющую, но не ушли, потому что вот Дмитрий Батькович сбил это в интересах каких-то там товарищей, и это, ну, на что они рассчитывают вообще? На что? Странно. Пусть сами себе зададут этот вопрос и ответят на него. У нас уже не очень много времени, так, все тут, все тут продолжается про Русь и Батьковщину, ну, в общем, по тем теориям, которые, опять же, существуют на эту осень, президент объявляет внеочередные президентские выборы, после этого внеочередные парламентские. Я ничего не слышал об этом в офисе президента Украины. Может быть, они решают это без меня, но я ничего такого не слышал. А с точки зрения логики, это безумный идиотизм. Человек, у которого растет рейтинг, объявляет досрочно президентские выборы. Для чего? Так, смотрите, вот для чего? Для того, чтобы... Я этот вопрос задаю в этой студии. Через два с половиной года не факт, что переизберется на второй. А сейчас рейтинг высокий, соответственно, возможно, переизберется. Тогда у тебя остается гарантированно еще пять лет. Ну, во-первых, эти же пять лет, они же не для того, чтобы превратиться в Путина или Лукашенко и сидеть, пока тебя не вывезут ногами вперед из власти. Зеленский точно не про это. Второй момент. Ну, а для чего? Эти пять лет, если можно выиграть десять? Ну, или в нынешнем исчислении семь с половиной. Назовите реального конкурента Зеленского на президентских выборах. У Порошенко тоже реальный конкурент. По опросам была Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Анатолий Гриценко и не прошел никуда в результате. Инга, такие вещи проходят один раз. Есть какой-то новый сериал «Слуга народа»? Кого-то убеждают с пятнадцатого года, что вот хороший кандидат, готовят народа к этому. Ну, нет. Я не вижу пока. Надеются, что второй раз это вылезет некто и скажет, я не Зеленский, сейчас все будет иначе, за него проголосуют. Опять протестное голосование, ну, я крайне сильно сомневаюсь. Особенно учитывая, что количество всего хорошего, что мы можем сделать еще за два с половиной года, мне кажется, особо волноваться не о чем Зеленском. По крайней мере, ему может так это казаться и объявлять досрочные выборы, кидать страну в хаос вот этого всего предвыборной гонки сейчас, чтобы выиграть два года, имея возможность выиграть пять. Лучше эти два года посвятить тому, чтобы победить на втором. Те на втором сроке получат законные пять и всего семь с половиной. Слушайте, ну, у нас ведь традиционно на второй срок никого не избирают, кроме Кучмы. Но я, честно, очень хорошо помню, когда Кучма избирался на второй срок, насколько эти голоса дотягивали за счет бюджетников, насколько просто вся моя семья, она связана именно с образованием, и, насколько я помню, как вызывали всех деканов, чтобы там студенты, чтобы учителя, чтобы все шли и голосовали за Леонида Кучму. И это только один раз, когда получилось. У нас же выбор, верить цифрам или нет. Если посмотреть на них, то Зеленский первый президент, рейтинг которого растет на третьем году правления. Первый. Почему бы этой тенденции не продолжатся? Пока ничего не видно, чтобы ее что-то обломало, эту тенденцию. Так. Кто будет альтернативой Зеленскому? Наша страна полна неожиданностями. Вот тогда на этой... Ну, если всерьез выстраивать политические планирования и предположения на том, что странит какая-то неожиданность, ну, можно так планировать, почему нет. Для меня это сомнительная история. Алексей, большое спасибо. Думаю, важные темы мы сегодня подняли, на вопросы зрителей ответили. Спасибо вам огромное, что вы активно участвуете, слышите, слушаете и пишете. Я, Инга Безеря, с вами встречаюсь, хотел сказать, но, в принципе, прощаюсь. В каком-то смысле. Да, а встретимся мы, я надеюсь, на следующей неделе в четверг продолжим. Все, спасибо, всем хорошего вечера.